Приветствую вас! Я думаю и мне показалось, исходя из вашего текста, что как-то вы полностью или почти полностью дезориентированы в своей деятельности, как-то вы полностью или почти полностью переношили ответственность за себя, на мужчину, за свои отношения, на мужчину. Хорошо ли это для вас? Нет, это нехорошо для вас. Потому что, по сути, что получилось? Вы позволили мужчине делать какие-то вещи, да, для себя, например. Вы позволили. Вы позволили ему делать это. Вот. Вы ему позволили, но ответственность за это вы запросили на него. Вот. Не на себя, на него. Мне видится в этом достаточно серьезная такая проблема, потому что складывается такое ощущение, что вы в отношениях как будто бы вообще не участвуете. Вот. и ключевым аспектом здесь является, ну, наверное, наверное, то, что вам обидно. Это вот именно чувство обидно, которое вы испытали. Когда, когда ваш мужчина не захотел продолжать с вами отношения, вот это вот чувство обиды, которое вы испытали, вот оно, мне кажется, очень таким, я бы сказал, показательным. Вот. То есть, как возникла обида, да, из-за чего, из-за чего возникла обида у вас? Насколько она, эта обида была обоснована, вот. То есть, это вопросы, это все вопросы, которые нужно выяснять, это все вопросы, которые нужно разъяснять. И, к сожалению, к сожалению, ситуация, в которой вы оказались, характеризует вас в большей степени как жертву. То есть, в этой ситуации вы оказались в позиции жертву, к сожалению. Вот. Связано это, в первую очередь, с тем, что все происходило как бы без вашего участия. Надо, к сожалению, ну, как вот мне это видится, да, по крайней мере. И, соответственно, выход из этой моральной тяжбы, как вы называете, заключается следующим. Вам необходимо, вам необходимо четко отграничить себя, четко отграничить, за что вы отвечаете и за что отвечает мужчина. Вот. То есть, грубо говоря, его помощь вам была вообще-то его инициативой. Да. Он сам этого хотел. Правильно? Вот. Он сам этого хотел. У него была, условно говоря, потребность в том, что было. Для вас это сделал. Для вас это сделал. Его никто не заставлял. Опять же, это делал. Никто. Но. Он, тем не менее, это делал. А все замбросит от вас в какой-то компенсации. Вот. 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 Вот это, ну, по меньшей мере странно. По меньшей мере. Так что, здесь следует отказаться. Просто провести играть между собой и классы и выбора. В общем, в общем, сюда, по сути, нет. Здесь, ну, можете, да, предложить ему, значит, оплатить его услуги. То есть, во сколько он услуги оценил. Сказать, что, к примеру, будете отдавать, отдавать долг постепенно, потому что на стену, если вам тяжело отдать сумму сразу будет. Скорее всего, тяжело. Ну, мне видится проблема на самом деле не в том, что вот, чтобы выйти из этой ситуации. Мне видится проблема в другом. Мне видится проблема в том, что, что вы вообще в этой ситуации оказались. Что вы вложили эти средства в дело какое-то. Свои. Любой этих средств, как бы не было, вы вложили эти, вот, свои средства. Вот в этом мне видится сложность основная и беда. Потому что это свидетельствует о том, что вам для чего-то это, для чего-то это было нужно. Чего-то вы хотели. Чего-то, на что-то вы рассчитывали. Ну, вероятно, на то же самое, на то же самое, да, когда речь шла, в общем-то, о секте. Возможно. Возможно, о том же самом. То есть, возможно, того же вы хотели. А может быть и нет. Может быть и нет. Но вот это является проблемой. И именно с неё, именно с неё, с проблемой с этой. И нужно начинать. Проблема вашей субъективной позиции по данному вопросу. Теперь. Насчет, начало. Вы пройдите совет. Да. Да? Я не знаю. Первый раз вы обращаетесь к психологу, да? Не первый раз, но психолог совета не даёт. Это, я хочу, чтобы это понял. Отношение с мужчиной начиналось как дружеские, то помогало лампочку, то глаз, то пробить. Знаете, дружеские отношения предполагают дружбу между людьми. Вот дружеские отношения предполагают дружбу между людьми. Именно дружбу между людьми они предполагают. Дружба между людьми – это равные отношения. Если мужчина вам помогал что-то сделать, это уже неравные отношения. Как бы вам этого, может быть, не хотелось бы. То есть отношения, о которых вы говорите, неравные. Потому что предполагают помощь с его стороны. Столько. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Но мне вид кажется, что мужчина уже так вот пытался, образно говоря, вас... М-м-м... Ну... Расположили. Скажем так. Почему он это делал? Да, ну, потому что вы ему понравились. Потому что у него появились... Какие-то... А-а-а... Виды... Виды... Какие-то... На вас. Вот. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, это вот... Эм... История. Эта история... О... Эм... Поведения мужчины к вам. И о... Предоставлении... Вам... Того... Чего вы хотите. Хотели. Хотели. Хотели, хотите. Вот. Вот. Это не другое. Дальше. Эм... Зачем сам перевел отношения в любовные? Вот опять же. Да? Чувствуйте вот этот момент. Сейчас перевел. Сам перевел отношения в любовные. Вы как бы не участвуете. В этой истории. Ну... Согласитесь. Что... Странно. То есть... Странно, что вы... Да? Как бы... Не участвуете в этой истории. Ну... На мой... По крайней мере... Взгляд... Это странно. А как вы... К этому... К этому отношению? А вы хотели... Там... Перевести отношения в любовные. Вам это было... Вам это было нужно... Перевести отношения в любовные. Знаете? Какая штука. Как... Какой момент тут. Далее. Вы пишите. А... Был секс. Несколько раз. Опять же. Вы хотели заниматься сексом? Ради чего... Из чего вы ожидали? Убедились ли вы в том, что мужчина вам может это дать? То, что вы хотели. Через секс. А... Потом опять между делом сказали. Мы друзья. Нельзя сразу. Не готов к отношениям. Со внешней жизни тем более. Общаемся как друзья. Мне было обидно. По поводу чего? По поводу чего вам была обида? То есть обида это завышенные ожидания. В данном случае. Так завышенные ожидания по поводу чего у вас были? Какие желания лежали и лежат продолжают лежать в основе этих... 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 этих ожиданий. Вот этих ожиданий. В этой обиде. Какие? Что? Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Я приняла его позицию. Разве? Нет. Не приняли. Вы не приняли его позицию, потому что вам было обидно. Если бы вы приняли его позицию, обидно вам бы не было. То есть эээ... здесь вот эээ... ситуация она... скорее эээ... такая вот. То есть давайте все таки называть вещи эээ... своими именами, да? Будем. Эээ... если бы вы приняли, вы бы, ну... эээ... вы бы... эээ... вы бы не испытывали бы обиду... тогда. Эээ... вот. Эээ... вот. Эээ... вот. Эээ... вот. В случае, если бы, ну, действительно, было бы... ээээ... принятие. Эээ... вот. Эээ... вот. Эээ... вот. Я верю в то, что вы приняли. Действительно приняли эээ... его позицию. Эээ... его позицию. Дальше. Эээ... так. Затем подвернулось общее дело с моими капитальными вложениями. У него нет средств. И зачем? Для чего? Это значит общее дело, но с моими капитальными вложениями. Это не общее дело, это ваше дело получается. То есть, о каких ваших капиталь... ээээ... о каком общем деле может идти речь. Теперь я хочу выйти из этого дела. Почему? Почему вы хотите выйти из этого дела? Что изменилось сейчас? Что сейчас на данный момент вы чувствуете? Вот что лично для вас поменялось? Там вот обида. Там вот обида, у вас там обида. Там вы, там вы чувствуете обида. Это понятно. Понятно, что есть обида, не совсем понятно из-за чего. Не совсем понятно, какие у нее корни у обида. Вот. Но здесь подвернулось дело. Общее вы капиталь... ээээ... вложили свои деньги. Какая была субъективная сторона этого вопроса? Чего вы ожидали, на что вы рассчитывали, чего хотели? Ведь вряд ли случилось так, что ваши желания, да, ээээ... ушли. Вряд ли произошло так, что ваши желания, ээээ... ну как бы... что они... больше как бы о себе не дают надо. Ну вряд ли. Скорее всего желания остались. Скорее всего. Ну... а... что изменилось тогда? Вот. Давай, давайте об этом с вами и... поговорим. На этом... ээээ... сфокусируемся... здесь и... здесь и... сейчас. Все. Дальше. Идем. Так. Эээ... он начал манипулировать, начал считать, что он когда-то меня сделал, каждую мелочь свидетелью меня, что я не умею быть благодарным, я думаю только о себе, то у него пропало желание делать мне добро, что он сделал много хоро... ээээ... сделал мне больше хорошего, чем я ему и т.п. Да. Ну... Здесь справедливая рекомендация моей коллеги Марины Голиковой, которая сказала, что... значит, пообещали человеку выплатить, выплатить ему все, что вы ему должны. Ну, постепенно. Вот. Ну, вообще-то, вообще-то говоря, я рекомендовал бы вам просто отграничить, отграничить себя от ээээ... него, да? Вот. И, вот как, все это ты делал, потому что ты все это делал, потому что хотел. То есть, это было исключительно, вообще, как бы, твоим желанием. Я тебя ни этого не оставлял. Но у вас, по-видимому, есть чувство вины. То есть, вы чувствуете себя виноватой перед ним. Комплекс вины, в данном случае, находится в детстве. Ну, источник, источник комплекса вины находится в детстве. В данном случае. И, соответственно, соответственно, мы можем говорить о том, что вам от своего комплекса вины нужно освободить. Мы говорим с вами именно об эээ. И именно на этом вам нужно сконцентрировать свое сейчас внимание. Вот. Если, 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 если вы действительно испытываете перед ним вину. Вот. То есть, тут вот такая история, да? Такой момент. Ну, понятно. Что тут нужно исследовать именно ваше состояние. Ну, вот именно ваше, ваше чувство. Нужно исследовать. Нужно понять, эээ, как вы восприняли его, такое поведение. По отношению, к эээ, к себе. Например. Дальше. Так, эээ, пожалуйста. Скажите. Разве мужчина так себя ведет, попрекает добрые дела? Ваш. Или о чем, о чем вы говорите? Что именно вы спросите? Какой у вас вопрос? Вот вы спрашиваете. Разве мужчина так себя ведет, попрекает добрые дела? Ваш мужчина? Да. Другой мужчина? Нет. Как ни выйти из этой затяжной и моральной тяжбы. Представь бы жертву, и взять на себя ответственность за свои личные чувства и провести грань между собой и другим человеком. Я не отвечаю, но его выпадет, он травматирует, провансирует, сидит, сидит и попрекает. Ну, он провансирует, сидит и попрекает, он мышлится все угодно. Вопрос там какой-то воспринимает. Это значит, у него нет чувств, чувств у него есть какие-то. Тут опять же Марина Голикова права. Я бы сказал, что чувств к вам таких, каких хотите вы, или как и хотели вы, у него к вам нет вот этих чувств. Ну, просто потому, что у кого есть чувства, вряд ли не будет публикатором. А мы имеем дело с таким проявлением отношений по расчету. Мы имеем дело именно с данным аспектом мы имеем дело. Хочется, хочется вам этого или нет, но это, к сожалению, это правда. И, да, романтических чувств у него к вам не было. Здесь я вот с Мариной Голиковой не могу согласиться, потому что, если бы у мужчины были чувства, он бы так себя не вел. Вот. То есть, я, я склоняюсь к тому, что он изначально хотел вами воспользоваться и изначально просто хотел вами так воспользоваться. Другое дело, что информация такого типа вам лично, лично ничего не даст. Вот. На мой взгляд. Ну, это, со моим мнением. Ну, вот. А есть, есть, более, скажем так, фантастическая версия проблемы и фантастическая версия развития событий. Это версия, при которой у мужчины изначально были чувства, он с вами сблизился, потом испугался, отдалился и теперь пытается вас обесценить. Вот. Ну, это, версия, она слишком фантастична, слишком сложна, я не думаю, что сколько-нибудь она жизнеспособна. Если сейчас. Дальше. Жаль за выгоды от моих капиталовложений. Сейчас, да. Сейчас, да. Подскажите, пожалуйста, как ему отвечать. Никак. Просто, раз у него деловые отношения к вам, то и вам не следует вести себя с ним по-деловому. Как? Вам уже был дан ответ. Не роняя достоинства, не выпрекая своей стороны, как сказать, что он не прав? Никак. Никак. Вот. Смотрите. Нет здесь правых и виноватых. У каждого своя правда. И мужчина действует соответственно с тем, что он считает для себя верным и правильным. Это его, в общем и целом, выбор, это его, в общем и целом, решение, это его, в общем и целом, позиция. Но эта позиция имеет место быть. Да, она не очень хорошая, да, но эта позиция такая вот, достаточно потребительская. Вот. Но мужчина в ней, вот именно в ней, да, в своей позиции. Мужчина прав. Прав. Он в этой своей позиции, мужчина прав. Просто прав. И вы правы в своей. Только каждый из вас почему-то думает, что другой отвечает за него. Вы думаете, что мужчина должен отвечать за вас, а мужчина должен думать, что вы должны. Вот это вот, по сути, такие вот созависимые отношения. Ужавник, эксперты. И вам из этого нужно выходить. Вот и всё. То есть, вы только посмотрите, что вы пишете. Как показать, что он не прав? Это... Разве это применимо ко взрослому человеку? Разве это применимо, такая позиция к человеку, который, в общем-то, зрелый, уже сформировавшийся, значит, знает, чего он хочет, да, ну, по жизни. И вы считаете, что такому человеку можно что-то доказать, считаете, что такому человеку можно доказать, что он не прав. Но если это так, то в таком случае он был бы очень неуверенным в себе. Что было бы, наверное, ещё хуже. И так у него хотя бы есть чёткая позиция, вы знаете, что хоть чего от него ожидать. Нет. Здесь, опять же, у вас достаточно дерзкие отношения к мужчине. Вопрос в том, в том, подходит ли вам. Подходит ли вам то, что... Ну, подходит ли вам его права. Его права. Если не подходит, просто нужно расставаться. Но для этого нужна личная ответственность. В ситуации её нет. Понимаете? Вот вы говорите, как отвечать, не роняя достоинства, не попрекая его? В принципе, задумка верная. Действительно, не нужно терять достоинство и не нужно его попрекать. Вроде бы задумка верная, вроде бы. Но тут же возникает вопрос. А как вы к этому причислили? Как вы пришли к такому решению, что, ну, что вы боитесь, например, потерять достоинство и, соответственно, не хотите его попрекать? Не чувством ли вины? Но при этом для вас нормально надеяться на то, что человек поймёт, что он не прав. Это тоже противоречие. Уникало, уникало. В целом, я предлагаю вам посмотреть на то, что вы хотели от отношений изначально. Что вам ничего не хватало в жизни. Что вы согласились на такие отношения, на секс, на капиталовложения. Вот. Это на свои желания, чтобы посмотреть. Далее, обратите внимание на противоречия, возможно, на страхи, на чувства. Вот. Какие из этих чувств являются негативными? Рекетными. Например, чувствуемые чувства стыдала. Что он вас провоцирует, что он вас стыдит. Как вы говорите. И стыдит. Не он вас стыдит, а вы сами. Провоцирует не он вас, а вы себя. Нужно признать. Нужно признать, что я сама себя стыжу через мужчину. Что знает, может быть, вы целенаправленно такого человека выбрали, чтобы себя стыдить. Может такое быть? Вполне. Нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. А когда я походу? Я долю свою часть. Продолжение следует...